Сегодня в России день неизвестного солдата. Памятная дата учреждена год назад указом президента. В регионах, где когда-то шли ожесточенные бои, немало братских могил. Впрочем, некоторые имена удается вернуть благодаря поисковикам. Таксиктовкарка Евгения Исакова недавно узнала, где и когда погиб ее дед, уроженец Илакер из Карткировского района. Редкая история в репортаже Елены Кононовой. Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются неизвестными солдатами. Вот эту записку с адресом и именем супруги Ивана Витошкина, уроженца села Керес Карткировского района, поисковики нашли в гильзе во время раскопок на Синявинских высотах. Для внуков новость о том, что их дед погиб в 1943-м, оказалась неожиданной. Они были уверены, он погиб годом ранее, ведь последнее письмо, как рассказывала бабушка, она получила в 1942-м. Затем не было ни похоронки, ни извещения о безвести пропавшем. На родине у солдата остались жена и две маленькие дочери. Внучка Евгения Исаакова помнит, как в детстве выпытывала у бабушки историю своего деда. Я всегда интересовалась, всегда спрашивала. Бабушка говорила, что последнее письмо получили из-под Ленинграда, что, наверное, там и погиб. Очень переживала, рассказывала буквально в трех словах, был очень хорошим человеком. Мама мне тоже говорила. Она ведь помнила, ей было 9 лет, когда началась война. В 1943 году на том месте, где погиб Иван Витошкин, шли ожесточенные бои. Наши войска прорывали Ленинградскую блокаду. 71-я стрелковая дивизия за два месяца потеряла на Синявинских высотах 3700 солдат. Витошкин Иван Яковлевич погиб во время стратегической наступательной операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Как пишут в мемуарах и рассказывают ветераны, наступательные бои, они гораздо страшнее. Там гораздо больше потерь. Приказ не просто не шагу назад, а дойти и взять, и укрепиться. Поэтому операция «Искра» началась 12 января 1943 года. 13 января дата гибели Ивана Яковлевича, а спустя 5 дней, 18 января, была прорвана блокада Ленинграда. В августе этого года на этом самом месте работала сводная поисковая группа из 100 человек. За две недели волонтеры подняли останки более 400 бойцов и 62 медальона. Большая часть гильз в плохом состоянии. Записку Ивана Витошкина, например, смогли раскрутить только эксперты. И вот теперь внуки и правнуки фронтовика знают, где погиб их дед. А в следующем году они собираются посетить место его гибели и поклониться всем, кто погиб, прорывая блокаду Ленинграда.